Любители рок-музыки собрал молодежный праздник на площади перед Центром Здоровья и Досуга. Пять рок-команд из Пензы и Заречного на протяжении двух часов играли хиты популярных российских и зарубежных исполнителей. Специальный гость – группа «Прямой эфир» привезла собственную программу. Среди сыгранного – песня, посвященная памяти Михаила Горшенева, лидера группы «Король и Шут». Пензенская команда «Прямой эфир» была образована в 2008 году и уже завоевала известность. На счету группы выступления в разных городах России, но соседний Заречный до сих пор не входил в гастрольный график. Открытый рок-фестиваль, посвященный Дню молодежи, стал для них первым шагом в знакомстве с нашим городом. У вас клево. Мне понравился пляж, конечно, еще не скупался. Я думаю, сейчас, наверное, самое время после того, как концерт отыграли. Здесь жарко было, публика поддерживала, все клево. Я думаю, сейчас стоит побывать на пляже. Ну, так немножко ходили по Заречному. Еще одним специальным гостем фестиваля стал альтернативный коллектив «Лиз Хевен». За шесть лет, что играют ребята, удалось выступить на одной сцене с группами «Луна», «Король и Шут». «Ночные снайперы», «Смысловые галлюцинации», «Энимал джаз» и многими другими. Вокальная партия лежит на единственной в команде девушке – Вере Мануйкиной. Мне кажется, мы отличная команда с ребятами. Мы действительно уже сыгрались и сдружились, и у нас вообще отличные отношения в группе. Поэтому, что, мне кажется, далеко не каждая группа может таким поклассаться. Молодежный праздник в Заречном собрал множество любителей рок-музыки, и не только тех, кого социология относит в категорию молодежи. Самому юному рок-фанату всего один год. А кто был самым почтенным слушателем, выяснять не стали. Ведь рок-музыки, как и любви, все возрасты покорны. Алина Храмова, Сергей Путинцев, телерадиокомпания «Заречный». Алина Храмова, Сергей Путинцев, телерадиокомпания «Заречный». Продолжение следует...